Строительному комплексу Москвы исполняется 30 лет. Юбилей, с которым можно поздравить не только работников отрасли, но и всех горожан и гостей столицы. Они могут в полной мере оценить достигнутый уровень комфорта в мегаполисе. А в последние годы город меняется так, что поговорка «Москва не сразу строилась» звучит неактуально. Анна Балан продолжит. Масштабы и темпы строительства в Москве могут удивить, пожалуй, любого. За последние шесть лет город вырос почти в два раза. А главное, изменился качественно. Весь проект развития Москвы — это один большой мировой уровень мегапроект. Причём он один из самых крупных в мире. Потому что когда мы говорим о развитии Москвы, мы сразу подразумеваем целый ряд мегапроектов. Сегодня подход к строительству изменился. Заброшенные промзоны превращаются в комфортные жилые кварталы. Вместе с домами появляются школы, больницы, магазины и, конечно, транспортные узлы. Только за последние годы в Москве появились почти 400 километров новых дорог. Мы находимся на объекте развития уличной дорожной сети территории бывшего завода «Амазил». В рамках реализации нашего объекта входит транспортное соединение третьего транспортного кольца и с выходом на проспект Андропова со строительством шестиполосной магистрали. Дорожный коллапс, который прочили Москве в 2015-м, предотвратили за счёт развития общественного транспорта. Только в этом году уже запустили восемь станций метро. Запланировано открытие ещё пятнадцати. МЦК уже перевозит более 300 тысяч пассажиров в день. Ещё одно кольцо в скором времени появится и под землёй. Третий пересадочный контур будут сдавать поэтапно. На станции Лефортово строители уже заливают платформу. Станция очень примечательна, потому что вписана в, повторюсь, в плотную жилую застройку. Здесь и здание школы, общеобразовательное учреждение, большой жилой фонд. Вписать новые объекты в облик столицы – вызов и для архитекторов. Так, самый большой пустырь в центре города за три года превратился в уникальный парк. Зарядье уже стал новой визитной карточкой Москвы. В этом году откроют зал филармонии. Более полутора тысяч посадочных мест, профессиональная акустика, площадка мирового уровня. Можно давать концерты любого направления. И классической музыки, и эстрадные. У нас трансформируется портер, трансформируется, значит, двигается оркестровая яма, задние сидения, заднююку сцены выезжают. Зарядье уже стало лучшим общественным пространством в мире по результатам международного архитектурного конкурса. Свою оценку скоро получат и спортивные объекты, которые построили к чемпионату мира по футболу. Легендарные лужники полностью обновили внутри, но сохранили исторический облик. Впереди, пожалуй, самый масштабный проект — реновация. Новое жилье получат более миллиона человек. Но главное достижение работы столичного стройкомплекса — уровень комфорта, который привлекает в Москву все больше людей и инвестиций. Анна Балан, Марина Булыг, Иван Лавриков, Александр Скрипкин и Яна Новикова. Вести.